Ну как вам? Жена уже заговнила, ну не знаю, мне на самом деле кажется, что ничего так. Ну, может быть и не моё. Ваши все предположения и мнения жду, разумеется, в комментариях. А с вами Жука Виталий, разбираемся сегодня. Криптовалютный рынок. Не всё так однозначно, и это очень важно. Должны с вами чётко понимать, что у нас с вами ещё есть уровни поддержки. Все покажу на графике, потому что на самом деле потенциал здесь ещё развернуться вверх имеется. Более подробно разберу на графике. Попросили Ripple, но я в любом случае буду. Ну и Doggy Coin по стандарту. Здесь тоже довольно неплохая отработка поддержки. Хотя на самом деле у Ripple вот в противовес биткоину ситуация наоборот всё-таки более в нисходящем формате раскладывается. Не совсем я представлю. Ну есть пару вариантов, также на графике рассмотрим. Но вероятность, что всё-таки продолжим нисходящее движение, считаю, здесь повыше. Лайк, подписка и комментарий – это повод поучаствовать в розыгрыше на 150 долларов раз в 500 подписчиков на моём канале. Также не забывайте, что в описании есть ссылочка на мой бесплатный телеграм-канал, где я в последнее время, кстати, довольно часто делюсь своими соображениями по рынку абсолютно бесплатно. Все ссылочки в описании. Добро пожаловать на график. Мы с вами начинаем. Итак, друзья, начинаем с вами разбор с биткоина, специально разбирая на часовиках, по какой причине. Покажу более на крупных таймфреймах, что здесь у нас ещё канал поддержки есть. Важненько, потенциально-то тренд мы с вами ломаем. И вероятнее всё, ну не то, что вероятнее всё, с довольно большой вероятностью, как минимум коррекцию падения в восходящем формате мы сейчас с вами будем ловить. Ну, в ближайшее время, по крайней мере, вероятность на это довольно неплохая. Важный момент, наверное, на дневках. Ну, то есть поняли, да, здесь у нас уже потихонечку формируется преломление. Как правило, на таком преломлении, плюс имея такие уровни, такой канал поддержки, как минимум коррекция куда-то в диапазон даже потрогать тридцатку вполне. Поэтому имейте это в виду. Дальше будем посмотреть. Сразу скажу, у меня есть такой план, что на этом отскоке, вероятнее, всё, буду закрывать позиции. Посмотрим, посмотрим. Буду держать в курсе. Абсолютно не желаю я тут трейдить этот рынок. Объясню вам почему. Потому что всё-таки хочу попробовать забрать его в глобалку. Но есть довольно неплохой шанс, понимаете, просидеть полтора-два месяца в ожидании, так сказать, этого дальнейшего движения. Потому что всё-таки, давайте вот как раз мы на дневках, всё-таки, ну, согласитесь, движение ускорит. Несмотря на то, что у нас с вами формируется вроде как аптренд, не дайте ему себя обмануть. Это выход с канала. И, вероятнее всего, уже когда мы вышли, мы с вами получим вот даже такого же плана коррекцию. А дальше, кстати, вопрос. Будем ли мы в рамках этого канала получать вот такое же восходящее движение, или типа вот так откорректируемся и уйдём в боковичок? Скажу честно, я считаю, что, скорее всего, будем уходить в боковик. Потому что бесконечного роста, во-первых, не бывает, даже несмотря на то, что вроде как рисуется здесь канал. Но я ещё раз говорю, думаю, что он здесь исключительно такой подразнить лонгистов. Разумеется, всё это дело должно корректироваться, причём довольно мощно, потому что здесь довольно большое количество лонгов, и, конечно, ликвидность здесь надо набирать. Поэтому соображения такие. Локально восходящее движение, вероятнее всего, будет. Уровень поддержки всё-таки довольно неплохой. Что касается ситуации по реплу. Вначале разберём непосредственно вот этот формат движения. Такой формат движения, когда у нас нет откупа на ретест, как правило, продолжается таким же резким, нисходящим. Но мы, конечно, должны сюда добавить вот эти вот уровни поддержки, которые мы пока бьём. Да, отскок локальный есть, но, скажу честно, я не считаю, что это поддержки какие-то сверх такие сильные, чтобы остановить это движение. Я с большей вероятностью всё-таки рассматриваю возврат в этот канал, несмотря на то, что это, в принципе, противоречит ситуации с биткоином. И даже, давайте накинем сюда ситуацию с биткоином, вполне при восходящем движении биткоина здесь можем вернуться сюда в канал. И я думаю, наверное, да, за биткоином мы здесь потянемся. Хотя, если мы рассматриваем актив как отдельную историю, ну, конечно, это потенциальный сигнальчик для продажи. Потому что такой уровень поддержки для трейдеров, которые торгуют серьёзным депозитом, ну, такое себе. Понятное дело, что все набирались здесь и ниже, как и мы в том числе. Но нет, это явно не формация на глобальный рост. И явно это будет ещё как-то разыгрываться, прежде чем мы с вами увидим обновление 58 центов. Стоит ли здесь докупаться? Я считаю, нет. Как и продавать резко здесь тоже пока что не стоит. В принципе, Ripple, я думаю, продавать не стоит, потому что мы будем возвращаться к этим уровням. И я бы, на самом деле, если мы сюда и возвращаемся, я бы рассмотрел здесь докупы. Потому что продажи здесь, понимаете, она довольно, ну, я, знаете, только через стопы. Вот поставить здесь стопы, ну, закрыться. Сейчас, блин, при цене 47 центов закрыться по 41 центу, чтобы поймать его в диапазоне 35 центов. Тоже такая суета очень рискованная. Поэтому я думаю, что актив надо поставить на стоп, если он у вас набран. Вот у меня он конкретно набран. У меня он сейчас в плюсе. И, да, я готов здесь подождать глобальный рост по той причине, что, во-первых, история SEC у нас вроде как уже разруливается и не будет признаваться Ripple ценной бумагой. По крайней мере, вероятность на это сильно выше, потому что уже кучу прецедентов показали. И, на самом деле, порох-то у Ripple есть. Это движение там в доллар, доллар 10, доллар 20. Это глобальный уровень сопротивления, который мы с огромной вероятностью с вами потестим. Что касается ситуации по Dogecoin, пока что ровно так, как я обозначал. То есть я обозначал, что в рамках этого канала мы с вами будем получать нисходящее движение. Нравится то, что мы очень четко отрабатываем канал. И нравится, давайте, на часовички, наверное, нравится, вот видите, вот эти отскоки. Это отработки поддержек. Что это значит? На самом деле, это очень важный момент. По той причине, что отработка поддержек показывает, что при малейшем движении нисходящим активам не начинается паника. А так как все-таки Dogecoin среди некоторых людей еще расценивается как shitcoin, то, конечно, даже такого формата движения уже должны провоцировать сразу следующее нисходящее движение. Это абсолютно типичное движение для активов, которые вот с высокой степенью риска. Здесь отличный откуп, отличная отработка поддержек. Я не хочу, чтобы это звучало, как будто я топлю за Dogecoin, все дела. Я просто вижу в нем перспективу. И многие мне, например, могут тут припомнить какой-нибудь, наверное, давайте уже сейчас закончим по этому и скажу. Смотрите, что касается непосредственных движений. Восходящее движение, следующий уровень 84. Я думаю, ретест и дальше продолжение нисходящего движения, потому что в рамках этого канала у нас, в принципе, есть еще что корректировать. И вот у нас уровни в диапазоне там 7 плюс-минус. Поэтому здесь еще потенциал походить в канале есть, а дальше половить уже какого-то такого плана импульс. С Dogecoin мне могут многие припомнить, типа, ой, да ты за Bitcoin Gold в свое время топил, да, топил, и мы на нем очень неплохо заработали. Причем он дал там движение с 17 долларов. Да, не получилось его править. Да, были такие фразы, что возможно, еще когда-то закроемся, и по 400 даже были такие фразы. Но, извините, мы торговали по рынку, и мы там забирали движение, типа, с 17 долларов до 40. И тому подобное. И все время переторговывали его, и постоянно этот Dogecoin переторговывался в... Ой, постоянно этот Bitcoin Gold переторговывался в плюс. Поэтому я не понимаю, почему-то многие мне почему-то припоминают этот Bitcoin Gold. Да, актив упал, но мы в свое время на нем очень неплохо заработали. Но здесь, я думаю, ситуация гораздо серьезнее. Все-таки Dogecoin по объемам показывает, что это очень серьезный актив. Залезьте в CoinMarketCap, посмотрите, где он стоял в истории, посмотрите, какие сейчас объемы, а главное, посмотрите, как он отрабатывает уровни, как он технически все верно отыгрывает. Да, подстава какая-то здесь, конечно, возможно, но хочу сказать, что уровень капитализации, уровень объемов здесь уже такой, что манипулировать даже Dogecoin, ну, не такая уж простая задача. Хотя многие, особо не сведущие, могли бы сказать, что ой, да это в любой момент обвалит кто-нибудь, один холдер, Илон Маск обвалит. Я думаю, даже если он сильно постарается, обвалит он его на цен на 2 на 3. И дальше его очень-очень-очень быстро откупят. Поэтому соображения такие. И лайк, подписка, комментарий, что это? Это по участию в розыгрыше на 150 долларов раз 500 подписчиков на канале. Также в описании есть ссылочка на мой бесплатный телеграм-канал. Ну и, разумеется, не забывайте то, что у меня и у моей жены есть собственное древо, обрабатывающее производство. Ссылочка на магазин также есть в описании. Я думаю, здесь еще что-то добавлять по биткоину. Вот я единственное, что, знаете, хочу кратенько добавить. Важный моментик. Ребят, сейчас на панике закрыть биткоины – это не очень правильно, потому что с довольно большой вероятностью, даже просто на коррекции мы с вами ретестим уровень 30-ки, не факт, что мы пойдем за него, ну, там, 29500, 29200. Вполне эти уровни мы можем тестнуть. И если уж закрываться и типа «ну нахер», ну, наверное, лучше дождаться этих уровней, потому что вероятность на них довольно неплохая. А сейчас что-то закрываться в панике – ну, вариант, наверное. Только не забывайте, что у вас есть уровень 25500, у вас есть уровень 23500. Посчитайте какой это процент и подумайте, стоит ли так рисковать.